Мы сегодня живы благодаря их молитве. В начале ноября церковь будет праздновать собор новомучеников и исповедников земли белорусской. Вспоминать всех тех, кто пострадал за веру в 20 веке, не побоялся противостоять советской атеистической идеологии и отдать жизнь за Христа. Более 20 лет изучению подвигов новомучеников посвятил белорусский священник-протеерей Федор Кривонос. Он является самым компетентным специалистом в Беларуси по данной теме. Батюшка на публике появляется нечасто, поэтому такие встречи особенно заслуживают внимания. Подробности в сюжете наших белорусских корреспондентов. Уникальная встреча с уникальной личностью. В доме межцерковного общения Кинония, что под Минском, состоялась беседа с протереем Федором Кривоносом, главным и самым компетентным специалистом в Беларуси по истории белорусской православной церкви 20 века и вопросом, касающимся прославления святых новомучеников. Более 20 лет отец Федор посвятил этой теме, изучая архивные источники и следственные дела, заведенные на сужденных священников и мирян в 20-30 годы. Всех тех, кто пострадал за исповедание православной веры. Им были собраны материалы к канонизации 23 новомучеников Минской епархии. Во многом благодаря отцу Федору, мы имеем такой праздник, как День памяти новомучеников и исповедников земли белорусской. По словам батюшки, несмотря на гонения, которым подверглась церковь Беларуси в начале 20 века, ее пастыри и паства сумели сохранить и приумножить веру в Господа, передав этот бесценный дар поколением верующих, переступивших порог 21-го столетия. Кинания – это гостеприимный дом для разных встреч, интересных людей. И, конечно, очень радостно, что сегодня к нам пришел отец Федор Кривонос, потому что это известный исследователь. Его опыт ни с чем не сравнимый, и его можно слушать бесконечно. Результатом многих часов, проведенных над изучением документов и воспоминаний очевидцев событий тех лет, стали десятки публикаций, а также изданные книги. Особо хочется отметить издание «У Бога мертвых нет», посвященное истории Минской епархии в ее довоенный период. Как разрушались православные храмы, столетиями украшавшие собою земли Беларуси, как по надуманным обвинениям арестовывались духовенства и миряне, до конца дней своих, сохранившая верность однажды избранному в жизни пути. Об этом и многом другом также откроются читатели из книги. По словам протерея Федора Кривоноса, благодаря подвигу священномучеников, пострадавших за веру в 20 веке, сегодня мы имеем возможность являться участниками возрождения церковной жизни. Эта книга содержит много фотографий, около 90, со следственных дел в том числе, с архивов родных и близких погибших, кто погиб за веру Христову. Она является без какой-либо похвалы с моей стороны, памятником тем людям, которые пострадали за Христа. Таких книг в Беларуси никто не издавал. Организатором мероприятия выступили христианский клуб и Минское братство святых виленских мучеников. Встреча прошла в формате диалога. У нас идея, чтобы любой человек мог прийти, чтобы смог услышать вопрос о вере и некоторые свои, те или иные, может быть, некую позицию, мнение высказать и услышать мнение другого человека. Я благодарен и Павлу Королёву за то, что он эту инициативу проявил и сюда приехал, к нам обратился. И мы очень рады такому сотрудничеству, братства и христианского клуба. Так что надеемся, что эта традиция будет продолжаться и дальше. Имена пострадавших в период довоенных репрессий должны оставаться и свято сохраняться в народной памяти. Радует, что в настоящее время дело, начатое отцом Фёдором, продолжается. Ведется сбор информации о расстрелянных, ссыльных, местах захоронения жертв репрессии. Открываются новые страницы истории. А интерес и участие в беседе немалого количества людей является ярким подтверждением актуальности и важности темы. Сергей и Дарья Мардарьевы, портал Соборбай, для телеканала «Союз».